Лучше! Вау! Ну что, парень, аплодируйте! Я предлагаю вам посмотреть! Честно говоря, вы же понимаете, что просто так эти напитки получить невозможно, поэтому я буду задавать вопросы. Тот, кто первый подскочен и ответит на них, тот и приглашает того, что мы пригласим на сцену для употребления этого красивого безалкогольного напитка за 1 сентября в Вейнмехе. Лучше! У меня первый вопрос достаточно будет простой. Скажите, пожалуйста, если сегодня 1 сентября, и совсем скоро, ну, как бы 1 сентября, и вы становитесь студентами Вейнмеха, через какое-то время, вы закончите это великолепное здание, учебный процесс, и будете получать диплом. Вопрос. Где выпускники Вейнмеха получают дипломы об окончании? — Держись к облудеям! — Правильно! Иди сюда! — Аплодисменты! — Аплодисменты! — Чуть побыстрее попался. — Ничего уж так, не приятно. — Как ваше имя? — Штебский Олег Александрович, Пулец. — Очень приятно. — Александр Алексеевич? Молодец. Второй вопрос. А кто может назвать точное название артиллерийского музея? Жительный сад в пиночках. Нет. Подождите. Я про артиллерийский музей. Мне это понятно. Кто может правильно жить? Не совсем? Окей, Google. Ну, почти правильно. Вы ближе всех идите, пожалуйста. Пока занимается знакомство, это называется музей артиллерий инженерных войск и войск связи. Добрый день. Как Ваше имя? Меня зовут Борис. Борис. На царство. Почтение. Борис Александр, скажите, Вы какой факультет? Факультет Е. Е. А Вы? А. А, молодец. Вам дальше жить вместе. Вы в курсе? Борис. У меня последний вопрос. Скажите, пожалуйста, примерное процентное соотношение техники в музее артиллерии инженерных войск и войск связи, процентное, примерное отношение, которое стоит под открытым небом, последние, да, которые изготовили военмеховцы. выпускники военмеховцы, выпускники военмеховцы. Примерное соотношение. Восемьдесят. 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 Борис. Не бог, не бог, не-бог, не-бог. Мы это ближе всего. Отложение. Кирилл Б., факультет А. И аплодисменты А. Отложение. Тамерлан. Факультет Е. Тамерлан, когда есть сильные. Вы сзади спады. Вы откуда? С Казахстана. А вы? Санкт-Петербург. А вы? Санкт-Петербург. А вы? Санкт-Петербург. Я понял. Как вы понимаете, кто-то из них должен отсеяться. Честно говоря, кого отсеять я не знаю, потому что бокалов-то три, а их четверо. Поэтому мой последний вопрос на засыпку. Кто-то, может, сразу покинет? Что? Вы не понимаете, о чем я говорю с Казахстаном? Я говорю, что у вас четверо бокалов три. Я задаю вопрос. Тот, кто отвечает, а вы хотели ножить камень. Вопрос задавайте. Не боитесь? А чего бояться-то? Не, все-таки может быть вопрос. Вопрос интересен? Уверенный? Вопрос? Скажите, помощь зала. Я дам возможность, наверное, помощь зала. Даже дам возможность воспользоваться интернетом. Поскольку, наверное, все-таки очень хочется, чтобы вы все смогли на него ответить. 2015 год – год 70-летия Великой Победы. 2015 год – год окончания Второй мировой войны. 2015 год в нашей России объявлен годом литературы. Я понимаю, что если спросите о писателях, о поэтах, то вы назовете известнейших поэтов, писателей. Мало кто вспомнит, это может быть малоизвестных. Но мне бы хотелось все-таки задать вопрос, относящийся к военмену. Который? Лучше всех! Скажите, пожалуйста, а когда закончилась? Вот когда закончилась Великая Отечественная война, мы все знаем, 9 мая. Зал молчит, отвечает только четверо. А когда закончилась Вторая мировая война? 2 сентября 1995 года. А ваша версия? Нет! 5 сентября 1945 года. А ваша версия? 6 лет. 1 сентября 1945 года. 2 сентября 1945 года. Вот здесь мне подсказывает представитель факультета АМК, что началась Вторая мировая война 1 сентября 1939 года. Я с этим согласен. А закончилась Вторая мировая война 2 сентября 1945 года. Хитрые все! Но вы не расстраивайтесь. В два часа далеко не уходите. Присядьте здесь, пожалуйста. Кроме сидит. Присаживайтесь. Ну что, берите в руки бокалы. Думаю, сейчас так все просто. Только их возьмите. Идите сюда. Подожди. Вы прямо как не мужчина. Ведь для того, чтобы поднять бокал, нужно сказать тост. Ваш тост. Воинберг! Улучшите! Хитрый. Воинберг! Интересно будет то же самое. Чтоб никого не отчистили. Не отчистили, понятно? Никого. Я здравствуй, фактический коземарский и технический. Уберснет. Воинберг! Уберснет! Уберснет! Продолжение следует. Раньше тот был децентсуны и куплет. Но на Лекс.ТФМ сказали нет. И еще раз нет.